Великой Отечественной войне и 155-й годовщине образования Станицы Северской. Участников парада приветствовали почетные гости и глава муниципального образования Северский район Адам Джарим. Очень важно, что детские и общественные организации на еду с семьей и школой являются основными институтами социализации личности ребенка и играют важную роль в воспитании, развитии и самоопределении. Желаю вам новых творческих успехов, здоровья, оптимизма, преданности идеалам, добра и созидания. В Северском районе в детских организациях насчитывается более 11 тысяч человек. В праздничном параде приняли участие ребята из общественных организаций Российского движения школьников. Пионеры Кубани, Солнышко, Радуга, волонтеры Северского района, юнармия, отряд юные друзья полиции, а также казачата и Союза казачьей молодежи Кубани и дружина Александра Невского. Ребята прошли по площади, приветствуя гостей мероприятия воздушными шарами, цветами и символами своих отрядов. После торжественного шествия мероприятие продолжилось в Северском парке, где для участников парада были подготовлены тематические площадки и мастер-классы. Станицы Северска на одну достопримечательность стало больше. Возле Дома культуры установили арт-объект «Я люблю Северскую». Подобные стелы есть во многих муниципалитетах и являются излюбленным местом для фотосессий. Теперь жители Северска смогут признаться на фотографиях в любви к своей малой родине. В зале районной администрации прошло очередное рабочее совещание. Главная тема встречи – подготовка муниципалитета к предстоящим майским праздникам. Главы поселения отчитались о работе по наведению санитарного порядка на своих территориях. Подытожили результаты всекубанского субботника. На совещании обсудили и вопросы безопасности. О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах и подготовке к летнему купальному сезону 2019 года на территории Северского района рассказал начальник отдела ГОЧС Алексей Васильев. В целях недопущения несчастных случаев отделом проводится разъяснительная работа в образовательных учреждениях. Помимо этого, осуществляются рейды по пресечению купания в местах, не предназначенных для этого. На встрече также обсудили замену 5% водопроводных сетей и другие текущие вопросы. Станицы Северска выявили незаконную свалку строительного мусора. О том, что вблизи станицы некий мужчина вывозит строительные отходы, сообщили местные жители. На место инцидента выехали сотрудники районной администрации. А тебе кто разрешил сюда мусор высыпать? Глуши, глуши! Мужчина выгружал крупногабаритный строительный мусор во враг и, судя по размерам свалки, совершал это не единожды. Здесь и грузы досок, и бревен, кирпичи, и автомобильные покрышки. Как выяснилось, водитель грузовика, житель станицы Северской, оказывал услуги по вывозу строительных отходов без необходимых разрешающих документов. Помимо этого, мужчина не заключал договор ни с одной мусороуборочной компанией. За незаконный сброс мусора и образование несанкционированной свалки его привлекли к административной ответственности. Кроме того, нарушитель за свой счет должен убрать незаконную свалку. С наступлением теплой погоды увеличивается количество участников дорожного движения, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Особенно высок риск ДТП в период праздников. Госавтоинспекция Северского района обращается ко всем участникам дорожного движения. Водители, будьте внимательны за рулем. Не садитесь за руль в состоянии опьянения. Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу в установленных для этого местах. В те время суток не забывайте про светоотражательные элементы. Родители, особое внимание уделите своим детям и напомните им об элементарных правилах дорожного движения. Пользуясь случаем от имени отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Северского района, хочу поздравить население с наступающими майскими праздниками. Пожелать мира, добра, благополучия. Будьте вежливыми и внимательными на дорогах. Майские праздники уже близко. Прогулки по живописным местам, пикники на траве и шашлыки – все это лишь одна сторона медали. Одной из главных опасностей для туристов и всех, кто желает провести выходные на природе, являются клещи. В Краснодарском крае эти паразиты обитают практически повсеместно, однако бояться энцефалита определенно не стоит. Эту болезнь переносит только таежный клещ, который в наших широтах не встречается. На Кубани есть вероятность заражения болезнью лайма или боррелиозом от укуса клеща. Способы защиты от паразитов известны каждому. Закрытая одежда, головной убор и внимательность – главное оружие против укусов. Но если вам или вашим близким все-таки не удалось избежать встречи с назойливым насекомым, врачи рекомендуют извлекать клеща в травмпункте под присмотром специалиста. Если же возможности поехать в больницу нет, избавить себя от нежелательных гостей кровопийц можно самостоятельно, при этом ни в коем случае нельзя допускать повреждения клеща в ране, а после извлечения сдать паразита для анализов на наличие инфекции. Последствия укуса клещей могут быть очень серьезными, но своевременное лечение и профилактика защитят от нежелательных встреч с паразитами и не испортят отдых на природе. Спортивные традиции молодого поколения. На стадионе «Олимп» в Станице Северской состоялись уже ставшие ежегодными соревнования на Кубок главы муниципального образования «Северский район» по мини-футболу. Участники соревнований 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения в количестве 42 человек собрались на большом спортивном празднике. Конечно, не обошлось и без гостей. Команды из Абинского и Крымского районов также приняли участие в товарищеских матчах. Поздравить спортсменов пришли творческие коллективы района. С приветственным словом выступила заместитель главы района и председатель комитета по делам несовершеннолетних и защите их прав Марина Наумейко. Дорогие ребята, очень приятно всем нам, взрослым, которые занимаются воспитанием, развитием подрастающего поколения, осознавать, что сегодня на этом спортивном стадионе собрались ребята неравнодушные, которые занимаются спортом, которые понимают, что здоровый образ жизни обеспечит вам хорошее будущее. Ребята, победы вам, пусть победит сильнейших и дальнейших вам успехов. С праздником! Подобные соревнования помогают популяризации спорта в районе и с каждым годом привлекают все больше и больше ребят. Несмотря на то, что встречи команд носили дружеский характер, каждая из них стремилась к победе и не хотела уступать. По итогам соревнований первое место в обеих возрастных группах заняла команда хозяев турнира. Спортсмены Северского района получили медали и грамоты за первое место. Второе и третье места поделили команды Абинского и Крымского районов. Однако никого из ребят нельзя назвать проигравшим, ведь те, кто впустил в свою жизнь спорт, побеждают каждый день. Любая передовая технология неотличима от чуда. Артур Кларк. И действительно, раньше телевидение казалось просто чудом. Сегодня мы привыкли к телевизору в каждом доме, словно так было всегда. Но телевидение продолжает развиваться. На смену аналоговому приходит новый цифровой формат вещания. Стандарт DVB-T2 формат MPEG-4. С 2009 года в России началась новая эра цифрового телевидения. Мы расскажем о ней в цифрах. Мир развивается по пути технического прогресса. Цифровое телевидение — это новый этап развития. Цифровое телевидение смотрит более чем 675 миллионов домохозяйств по всему миру. Это почти вся Европа, США и Япония. Благодаря использованию спутников и разветвленной сети наземных объектов, цифровой сигнал будет доступен по всей России. Просмотр цифровых каналов будет доступен, даже если у вас старый аналоговый телевизор. Подключиться к цифровому телевидению просто. Нужна дециметровая антенна, комнатная или наружная, и, разумеется, телевизор. В зависимости от возраста и модели телевизора, для приема сигнала понадобится специальная приставка, которая поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 и формат MPEG-4. Ее можно приобрести в магазинах электроники. А современные телевизоры будут поддерживать стандарт цифрового вещания DVB-T2 без всяких дополнительных устройств. Мир не стоит на месте, и скоро прогресс придет в каждый дом. Цифровое эфирное телевидение – это сигнал к лучшему. Самолёт чилийского военно-морского флота во время патрулирования обнаружил в Южном океане весельную лодку российского путешественника Фёдора Конюхова. Это произошло в 650 километрах от чилийского города Пунта-Аренас. Из-за облачности и моросящего дождя Конюхова заметили не сразу, только на втором круге. Военные установили связь с путешественником и узнали, всё ли у него хорошо. Конюхов впервые встретил людей за последние несколько месяцев. Он в одиночку путешествует по Южному полушарию. Выбранный маршрут не изучен. Лодка вышла в море из новозеландского города Данидзин более 140 дней назад. До финиша Конюхову предстоит преодолеть ещё примерно 700 километров. Путешественник уже совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересёк Атлантику. Он первый россиянин, покоривший семь высочайших вершин в шести частях света. Конюхов также в одиночку побывал на Северном и Южном полюсах. Северном и Южном полюсах Северном и Южном полюсах